МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Владимир Ружицкий расскажет о том, как живет округ сейчас в условиях пандемии, как справляется, и, конечно, мы обязательно поговорим о главном событии года нашей страны, 75-летии Великой Победы. Здравствуйте, Владимир Петрович. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, все, кто у нас сегодня с нами. С нами люберцы. Да, в люберцах, поэтому, конечно, всех рады сегодня слышать и видеть. Владимир Петрович, мы встречаемся с вами в нашей студии в канун большого праздника, главного праздника нашей страны, Дня Победы. Однако страшная и непредсказуемая инфекция коронавируса накрыла, можно сказать, весь мир, накрыла нашу страну и, конечно, коснулась и нашего округа. Много чего уже сказано по этому поводу, много чего написано, но хочется от вас лично услышать, какова на сегодняшний день эпидемиологическая обстановка в округе. Что уже было сделано для предотвращения распространения этой инфекции, да, и что делается сейчас? Ну, видите, я сегодня пришел к вам в студию вот с маской, учитывая то, что мы в эфире, и мы с вами соблюдаем дистанцию до двух метров, поэтому мы с вами работаем без масок, но те решения, которые приняты сегодня губернатором Московской области Андреем Юрьевичем Воробьевым, вводится так называемый масочный режим с 12 мая. На сегодняшний день всем рекомендованы маски, значит, перчатки, а с 12 мая это будет в обязательном порядке. Понятно, что это не от хорошей жизни, учитывая то, что мы, по сути, уже второй месяц находимся в самоизоляции, и, по сути, экономика, так или иначе, она, по сути, остановлена, и для страны в целом, для конкретного человека, кто сегодня не выходит на работу, не работает производство, это некий такой удар экономический, финансовый, потому что я сегодня получаю очень много обращений от жителей и на почту, в социальных сетях, и звонят по той лишь причине, что реально с каждым днем людям как бы достаточно живется непросто, потому что заканчиваются финансовые запасы, есть вопросы по содержанию семьи, есть вопросы, кто занимался индивидуальной трудовой деятельностью или индивидуальным предпринимательством, то, по сути, такие предприятия, по сути, на грани остановки, многие бизнесы, особенно в сфере услуг, он, по сути, остановлен. Я даю себе отчет, что сегодня сложнейшая ситуация, и вот эти решения, которые приняты президентом, правительством, губернатором на территории Московской области, они имеют под собой достаточно такое весомое, существенное обстоятельство, по той лишь причине, что я сейчас назову некие цифры, потому что заболеваемость, она выросла в разы. И мы на сегодняшний день, я всегда говорю и обращаюсь, и беседуем с врачами, мы говорим врачам сегодня всем абсолютно, от врача, главного врача, заведующих отделений, участковыми врачами, и заканчивая просто медицинскими сестрами, нянечками. Я уже не говорю про скорую помощь. Им огромное спасибо, потому что вот этот удар вируса, они приняли на себя, заболеваемость очень высокая у наших медицинских работников. И я могу сказать, что вот за время, значит, вот это заболевание коронавирусом, у нас где-то по памяти на сегодняшний день на утро было 854 человека заболевших. Что мы сделали? Часть находится людей на домашнем лечении, под наблюдением врачей, естественно, а часть находится в стационаре. И на сегодняшний день, скажем, у нас на территории Люберецкого городского округа, я оцениваю достаточно на неплохом уровне, в целом была медицина, она есть. И у нас было инфекционное отделение на 111 коек, и нам всегда его хватало. Усока я работаю, я помню один раз, когда у нас были массовые отравления, со 111 коек было занято 70-80 коек. Всегда были свободные коек. На сегодняшний день все места заняты. Более того, в этом инфекционном отделении мы 50 коек оборудовали кислородом, ИВЛ. Более того, в Ухтомской больнице отдельный корпус мы просто выделили, обустроили, подвели кислород. Это для пневмонии, потому что сегодня выделить и делить заболевание пневмонией или пневмонией от коронавируса, или мы говорим, нетипичная пневмония, это крайне сложно, потому что очень часто даже те тесты, которые человек сдаёт, то ли кровь, то ли это мазки, скажем, мазок или кровь не показывают, а когда человек уже попадает со всплывами лёгких, делаем КТ, так это показывает, что человек больной именно коронавирусом. Более того, в поликлинике Увечного огня мы выделили КТ, который, по сути, работает круглосуточно, и там в любое время человек, если есть подозрения на пневмонию, проводятся исследования, если через КТ устанавливают, что человек болен и пневмонией от коронавируса, то, понятно, принимается решение либо о домашнем лечении под наблюдением врача, либо в стационар. Но я хочу сказать нашим жителям, сегодня не так просто, легко где-то, скажем, лечь в стационар, потому что места ограничены, поэтому я уже сказал, мы ряд коек перевели под коронавирусных больных, но принято решение, я благодарен сегодня Андрею Юрьевичу Воробьеву, большая окрасковская больница, кто знает, большой корпус, мы сегодня там вместе с правительством под управлением замгубернатора Хромошина Евгения Акимовича этот корпус переделаем под инфекционный стационар, будет 369 коек, все они будут оснащены кислородом, будет огромная реанимация, это 100 коек, это большие затраты, но на это идет сегодня и государство, и область, то есть 100 коек реанимационных, что это значит, это будет и кислород, и ИВЛ, и все, что необходимо в реанимации. И я скажу, что по области подобные, скажем, корпуса открывались, а заполняются за 2-3 дня. И мы ставим задачу, вот мы приступили в конце апреля, к реконструции этого корпуса, абсолютно внутри все перестраивается. Сегодня работают на этом корпусе, люди должны знать, порядка 1100-1200 человек, по самым разным специальностям, работают круглосуточно. Стоит задача 9-10 мая сдать. Значит, после 9-10 в течение 2-3 дней все вычистить, потому что после стройки всегда, должны люди понимать, это строительная пыль, это грязь, мы должны все вымыть, вычистить, расставить оборудование. И мы планируем 14-15 мая должны туда вжалечь первые пациенты. И это огромная работа, и я лишний раз бы сегодня еще раз хотел бы сказать, обратиться к нашим жителям, что с этим шутить не надо, потому что у нас очень много жалоб идет на работу скорой помощи. У нас 22 бригады. Значит, 22 бригады работают круглосуточно, более того, помогают и наши соседи, и мы соседям здесь такая взаимовыручка, но в то же время, просто когда идет вал звонков, особенно почему-то это вторая половина дня, это 17-20 часов, видимо, идет какие-то обострения, и понятно, что задействованы участковые врачи, задействована медицинская скорая помощь. И мы стараемся каким-то образом ситуацию, когда удерживать под контролем, но когда человек болеет, когда у него высокая температура, понятно, идут эмоции, все зашкаливает, и понятно, сразу кого начинают ругать, и власти, и медиков, и так далее. Поэтому на сегодняшний день вводят введены меры, они, по сути, с 12-го, будем говорить, мая, они никак не снимаются, будет и нет послаблений. Просто для того, чтобы как-то экономика заработала, ряд предприятий, они будут открыты, особенно связанные со строительством и так далее. Но есть целый ряд ограничений для работы этих предприятий. И ряд ограничений, или, будем говорить, рекомендации нашим жителям, это из дома, это маска, это перчатки. Потому что, я так вот наговорил, потому что, когда идет заболевание, а ко мне очень много людей обращаются, ведь так получилось, что многих знаю, и лично знаю, и когда человек попадает в такое заболевание, когда температура 38-39, то, понятно, всех человек поднимает, ищет, и просит, и умоляет, чем-то помочь. И зачастую скорые, чтобы люди наши знали, пациента везут 5-7 часов, потому что везут, условно говоря, с Люберец, куда-нибудь в Дмитров, в Алакаламс, где есть места. И на сегодняшний день ситуация запредельно сложная. И когда это не касается конкретных людей, то это далеко, это со мной не может быть. А когда касается конкретной семьи, конкретного человека, тогда уже человек начинает понимать, что нужно и себя защитить, и близких защитить, и лишний раз руки помыть, и маску одеть. Да, даю себе отчет. Было время, там, будем говорить, 3-4 недели назад, у нас были проблемы по маскам. Это тоже правда. И были проблемы по антисептику. Сегодня целый ряд вопросов мы сняты. Мы сняли. Да, есть вопросы стоимости. Да, есть, не все там могут себе позволить. Но я тут встречаюсь с людьми, ну, всех разное, скажем, финансовое положение. Но уж, если ты хочешь себя защитить, никто не запретил из каких-то подручных материалов, и самому шей, ничего в этом страшного нет. Кто может, значит, потому что меня могут обвинить у Тружицкой, там, сами шейте, я так не говорю. Я говорю о том, что в этом мире надо как-то жить, как-то себя защитить, подумать о близких, подумать о людях старшего поколения, потому что у людей старшего поколения уже есть некий такой букет разного рода заболеваний. И вот этот коронавирус, он так влияет, он расшатывает иммунную систему, и вылезают, извиняюсь, совершенно другие болячки, и тогда уже совершенно человек попадает в другое состояние, там требуется реанимация, и уже будет стоять вопрос между жизнью и смертью. Поэтому я не хочу никого пугать, все-таки в преддверии праздника, но то, что происходит в мире, это нет хорошей жизни, все так или иначе эти этапы проходят, и наша задача, вот те, кто сегодня во власти, это и на уровне правительства Российской Федерации, и субъект Федерации, и мы на местном уровне, мы как бы должны с людьми говорить, беседовать, рекомендовать. Я не буду говорить, я же тоже живой человек, и когда-то вышла, но я мог зайти в магазин и без маски, и без перчаток, а потом, когда я увидел целый ряд моих друзей, товарищей, когда ко мне обращались, когда попадали в такие ситуации, достаточно печальные, и когда на самом деле вопрос между жизнью и смертью, особенно много и врачей заболело, то я прекратил эти эксперименты в магазин, маска, перчатки, всегда у машины, значит, антисептик, есть разные способы самозащиты, и то я могу сказать, что 100% гарантии нет, это тоже надо от себя понимать, но это какая-то степень защиты, поэтому я бы всех просил каким-то образом подумать о себе, о близких, и не подвергать себя вот этому, я в кавычках скажу, какого-то героизма, вышел без маски, без перчаток, я герой, я вируса не боюсь, позиция, но эта позиция может закончиться печально. Не стоит испытывать судьбу, конечно. Ну и о том, как сегодня идут работы по перепрофилированию Красковской больницы, предлагаю посмотреть сюжет на эту тему. Хорошо. Красковского подразделения Люберецкой областной больницы началось в конце апреля. Такое распоряжение дал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Сроки работ максимально сжатые. Санузел душ, две баллы по два человека. И это место общего пользования, но она отгорожена как шлюз. День за днём многопрофильная больница становится высокотехнологичным инфекционным стационаром. Менять приходится всё. От внутренних коммуникаций, электрической системы до внешней отделки помещений и сантехники. Надмасштабной работой задействовано более тысячи человек. Чтобы уложиться в сроки, они трудятся в две удлинённые смены по 10 часов. За неделю безостановочных работ помещение больницы удалось полностью подготовить под чистовую отделку. При проведении ремонта учитывались стандарты оснащения инфекционной больницы. В каждой палате налажена система вентиляции воздуха. Каждый бокс будет отделён защитной дверью от общего коридора. Пока мы идём по графику и должны сдать 9 числа. Площади больницы позволят обустроить более 360 коек с кислородом, оборудованных по стандарту COVID-19. Для больных, которым понадобятся аппараты ИВЛ, будет выделено 100 реанимационных мест. Первых пациентов с диагнозом коронавирус обновлённая Красковская больница примет уже 15 мая. Владимир Петрович, темп распространения коронавируса во многом, конечно, зависит от того, насколько сами люберчане соблюдают необходимые рекомендации специалистов, врачей, в частности, как они относятся к режиму самоизоляции. На Ваш взгляд, насколько добросовестно люберчане соблюдают этот режим? Я бы сегодня хотел сказать слова благодарности всем нашим жителям. В целом соблюдают, в целом. Хотя даю себе отчёт, что у всех разное, скажем, жилищное положение. И есть, проживая 4-5 человек, скажем, в двушке, есть и проходные, я в таких квартирах и бывал, и сам всё время там проживал. Да, сложно. Особенно, когда маленькие дети. Когда есть маленькие дети и более взрослые, включая родителей, сложно. Но надо находить какие-то варианты, каким-то образом вот это общежитие близких людей как-то надо пройти этот период. Поэтому, в целом, да. Но есть и нарушения. Есть и нарушения. И мы же рекомендуем это, и в том числе, Роспотребнадзор, вирусологи, врачи, люди старше 65 лет, желательно быть в самоизоляции. А частенько, значит, наши патрули, а у нас, кстати, всегда под ружьём, я говорю, 250-270 человек, не менее 80 патрулей. Патрули, как правило, состоят из членов полиции. Это Росгвардия, это Административно-технический надзор, это ПОЖ-СпАЗ, это наши дружинники. И мы стремимся, по крайней мере, вот это пространство городское каким-то образом просматривать, каким-то образом жителям рекомендовать. И частенько, к сожалению, бывает такое, что более старшие выходят там на прогулки. Ну, понятно, 100 метров от дома ещё никуда. Но, понятно, у нас есть и парковые зоны, и городские территории, и есть, которые возмущаются. И когда начинаешь беседовать, мы просим наших полицейских, наших дружинников очень где-то по-доброму, но где-то и очень убедительно как-то рассуждаясь с людьми, потому что мы даём себе отчёт, что многие на взводе, многие возмущены, чтобы каким-то образом проводить такие беседы, и чтобы люди соблюдали режим самоизоляции. Не всегда это получается. Бывают молодые ребята, парни, значит, где-то на спортивной площадке, и футбол, и волейбол. Я уже извиняюсь, мы вынуждены были пойти на некие меры, ряд таких спортивных площадок, мы вешали замки, и их, понятно, срезали, срывали. Значит, пошли на такие, может быть, кардинальные меры, меня могут, и даже некоторые не понять, но у нас не было другого выхода. Дал команду, заварили входы, и со временем, даю себе отчёт, пройдёт месяц-два, мы вернёмся, и это будет и порядок, и понятно, что люди смогут играть и футбол, и баскетбол, зима будет, тоже обязательно, и хоккей, и так далее. Но сегодня надо пройти этот период. И я просто ещё раз хотел бы просить, как-то, скажем, в этих вопросах быть более внимательны, прислушаться к себе, к тому, что говорят специалисты. Есть такое понятие, как индекс самоизоляции. Вот по индексу самоизоляции люберцы всегда держатся где-то в режиме 3,2, 3,5, 3,6. Но сегодня, я смотрел, я сюда к вам в студию, у нас индекс самоизоляции был 2,9, это менее трёх. Это уже плохо, значит, народ вышел на улицу. Понятно, что погода сегодня где-то в пределах плюс 20, хотя дождик идёт, но тем не менее. И вот надо просто набраться терпения. Я даю себе отчёт, у кого есть дачи, то понятно, что лучше всех переехать на дачу хоть 6, 10 соток, можно заняться и физическим трудом, и всё-таки свежий воздух. У кого нет, как-то надо находить для себя занятия, потому что у нас нет другого выхода. Какая, я уже об этом рассказывал сегодня, не хочу повторяться, заходить на эти круги в очередной раз, но суть в том, что если мы вот этот период самоизоляции не пройдём, так как мы должны пройти, а будем вести такой немножечко свободный образ жизни, то этот период, он просто затянется. Стоит задача, с одной стороны, этот период заболевания как-то, скажем, пройти и при минимуме заболевавших, с одной стороны, с другой стороны, понятно, что вирусологи говорят, что должен появиться коллективный иммунитет, поэтому если заболевание, то его как-то растянуть. И самое главное, сегодня мы должны ещё и в нашей медицине, где появятся дополнительные койко-места, где ряд врачей, они уже и переболели, возвращаются к нормальному рабочему состоянию. То есть, это такой некий период, где мы должны что-то растянуть, не заболеть, а смотришь, вот впереди лето, так говорят вирусологи, что этот вирус при плюсовых, там плюс 20-25, уже не живёт, уходит, но мы должны это пройти, и я уже ещё раз хочу ко всем нашим жителям обратиться, не надо испытывать судьбу, все эти рекомендации надо выполнять, поэтому все всё знают, все мы сегодня уже где-то этим надоели, есть оскомина от этих слов, но другого нет, другого нет, потому что, ещё раз повторяю, человек тогда начинает задумываться, когда у него появляются проблемы, если или у самого, или у близких, тогда начинает, извиняюсь, там чесать затылок, а до этого пока нет, понятно, и погулять, и футбол, и пошло-поехало, поэтому ещё раз хотел бы сказать и обратиться, надо бережно к себе относиться. Да, спасибо, Владимир Петрович, у нас есть звонок в студию, здравствуйте, слушаем вас, представьтесь, пожалуйста, и задавайте ваш вопрос. Добрый вечер, меня зовут Королёв Евгения, проживающий по улице 8 Марта, дом 43. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Валерий Петрович, на улице 8 Марта застройщик построил, застройщик построил ЖК Люберцы, и сейчас он будет заселяться. И в связи с этим вопрос, будет ли расширяться улица 8 Марта? Ну вот, я скажу, улица 8 Марта, она как бы разделяет Московскую область от Москвы. Так, сложилось. Скажу так, на сегодняшний день какого-то отработанного проекта нет, но мы над этим думаем. Есть некие предпроектные решения, и в перспективе да, но ближайший год-два я пока ничего не скажу, потому что эти вопросы мы просто должны отработать, в том числе вместе с Москвой. да. Спасибо, Владимир Петрович. Ну, возвращаясь к нашей теме, думаю, вы согласитесь со мной, что никакая система здравоохранения не способна вытянуть ту нагрузку, связанную с высокими темпами распространения коронавируса без дополнительной помощи. И, конечно, спасибо предпринимателям, люберецким предпринимателям, которые откликнулись и помогают со средствами защиты для врачей. Вот в каком объеме сегодня предприниматели оказывают помощь учреждениям здравоохранения? я могу сказать, что у нас достаточно, ну, слава Богу, сложилось, это, я не знаю, это лет 15 назад, 10, очень плотная работа с нашим предпринимательским. У нас на уровне работает союз промышленников и предпринимателей, торгово-промышленная палата. Есть некий такой показатель количества предприятий среднего и малого бизнеса. И Люберцы, Люберецкий городской округ, мы входим всегда в тройку по количеству. Это в силу разных причин. Это в силу того, что как-то сложилось исторически, что Люберцы, у Люберцы вся была развита экономика, промышленность, наука. В свое время, когда Люберецкий округ был районом, и когда сюда входили целый ряд территорий, которые сегодня немножечко уже отошли, было и сельское хозяйство на уровне, то есть остались специалисты, от этих специалистов я оцениваю уже подросшие поколения, то есть эти люди способны заниматься предпринимательством, бизнесом. И в этом плане я оцениваю, что мы с точки зрения развития малого и среднего предпринимательства находимся на хорошем счету, на хорошем уровне. И вот когда этот вирус грянул, понятно, что когда не было у нас, мы не были готовы, у нас ни масок не было, ни каких-то защитных кранов, типа очки, не было никаких, будем говорить, жидкостей, антисептика, там, или на антисептик, либо там спиртовых, скажем, спиртовые растворы. И наши предприниматели, мы собрались, это было где-то, наверное, в середине марта, и начали отрабатывать. И целый ряд предприятий включились в работу, это и пошив масок, это и изготовление защитных экранов, антисептики самые различные. И я могу сказать, что за это время целый ряд предприятий эту продукцию освоил. И я сегодня хотел бы сказать, есть предприятие, вот монолит, руководитель предприятия и собственник Лухьянов Сергей Николаевич, я оцениваю его отношение неординарной личности, где сегодня на поток поставлены пошив масок, как одноразовых, так и многоразовых. Мы за это время, где-то более, сейчас по памяти говорю, более 50 тысяч масок поставили только нашей медицине. Там порядка 12-15 тысяч защитных экранов на нашей медицине. Всевозможные, будем говорить, защитные костюмы медицинские, которые защищают наших медиков, это тоже исчисляется там тысячи штук. То есть, эту работу мы делали. Более того, в складчину целый ряд предприятий, которые работают на территории, я благодарен сегодня все, от мало до крупных, таких, как и «Звезда», как «Вертолеты России», «Тензем», это я по памяти называю сейчас, чтобы никого не обидеть, потому что почти все включились и просто помогали деньгами и на эти деньги не мы, а именно предприниматели закупали то или иное оборудование, закупали тот или иной инвентарь, включая антисаптики, это все передавалось в наше медицинское учреждение. Даю себе отчет, что поначалу, и у нас были возмущения, даю себе отчет у наших медиков, потому что, ну, просто всего этого не было. И понятно, что медики первые на себя приняли этот удар, и они были до конца не защищены. И самая большая проблема, наши жители должны знать, что когда человек, скажем, у него инсульт или инфаркт, или какие-то проблемы там, связанные, скажем, с состоянием, будем говорить, желудочно-кишечного тракта, острый, его куда? Его привозят в больницу, то ли в хирургию, то ли в урологию, то ли в кардиологию. Привезли, а на третий, пятый день скрывается, что он еще болеет коронавирусом. И за это же время он был в больнице, и каким-то образом вычленить человека, который попадает с острой болью, потому что даже вот этот экспресс-тест, который сейчас уже появился у наших медиков, не всем сделаешь, и экспресс-тест до конца не показывает. Вот, когда человек прилился с болью и через КТ, и сейчас мы эту тему ставим на поток, еще можно определить, а все остальное нет. Поэтому медики приняли на себе первый удар, и пошло заболевание среди медиков. Мы же целый ряд отделений закрывали по той же причине, что, скажем, привезли в сосудистый центр с инсультом человека, а через три дня вскрылось, что у него коронавирус. За это время шло общение врачей с ним, врачей и с другими пациентами, и начинается веер, все начинаются, берутся под контроль, это отделение на карантин, а карантин это 14 дней, а попутно еще и врачи болеют. И поэтому некая такая ситуация была, так создал, не только в Нас-Люберцах, это вот в Москве, кто имеет друзей, товарищей среди медиков, это другие районы, и по всему миру такая ситуация, поэтому сегодня мы этот этап прошли. Сегодня уже есть понимание, представление, мы ряд отделений уже вывели из карантина, но есть проблемы по врачам, есть проблемы сегодня по комплектации скорой медицинской помощи, потому что мы комплектуем, я сегодня благодарен, мы скорую медицинскую помощь укомплектовали, в том числе благодаря ребятам, это выпускники старших курсов, это медицинский колледж, именно фельдшерами нашу скорую помощь, нашу скорую помощь, но даю себе отчет, что время от времени кто-то заболевает, мы должны искать других людей, должна быть замена, но мы в движении, поэтому наши жители должны понимать, что здесь никто не дремлет, никто не отмахивается, у нас стоит задача, по крайней мере, руку держать на пульсе и сохранить вот эту нашу медицину, а вернемся к предпринимателям, то, повторяю, за это время оказывается помощь и она будет дальше оказана нашими предпринимателями, более того, повторяю, у нас сегодня несколько предприятий, которые выпускают маски, выпускают защитные костюмы, выпускают защитные экраны, выпускают антисептики, то есть мы сегодня в состоянии обеспечить вот этим не только, скажем, Люберецкий городской округ, но и других, и мы сегодня, наше предпринимательство сегодня с этой задачей я отца не усправилась. Спасибо. Ну, вызывает уважение еще и сознательность ведь и самих граждан, да, в условиях самоизоляции многие вместо того, чтобы там сетовать на жизнь, жаловаться на жизнь, добровольно выходят вперед со словами «я готов помочь», «я готова помочь», да, ведь людям старшего поколения эта помощь нужна как воздух, и не только им. Вообще, у добровольцев здесь широкий спектр работы. Вот как в округе организовано волонтерское движение? я могу сказать, что на сегодняшний день, я скажу по памяти, у нас где-то порядка 143 волонтеров, и мы вот создали, у нас, кстати, вот эта группа молодых ребят, она, по сути, у нас была, так скажу, постоянно действующей, потому что у нас неплохо работает и оценивает управление по работе с молодежью, Новый Кавел Борисович, у нас есть молодая гвардия «Единая Россия», у нас есть молодежный спорт, куда, скажем, ходят очень молодые и активные ребята, поэтому у нас есть патриотическое движение, молодежное, поэтому время от времени, когда есть необходимость помощи старшему поколению, вопросы возникают, эти ребята, вся рука на пульсе, они очень подвижные, у них есть некая такая, я оцениваю, объединяющая такая идея между ними, то есть себя как-то зарекомендовать, проявить, ребята думают о будущем, идет такой процесс самоорганизации, но и саморазвития молодых ребят, я большинство этих ребят знаю, и вот когда, скажем, к сожалению, появился этот вирус, коронавирус мы называем, то понятно, что необходимо было в первую очередь оказать помощь людям старшего поколения, все-таки 75 лет Великой Победы, это большой праздник, и мы в первую очередь взяли, ну, на такой, на контроль, взяли просто, я скажу так, в хорошем смысле, в такие объятия наших ветеранов, старших поколений, и вот этих ребят молодых мы собрали, создали некие группы, и плотный контакт с социальной защитой, потому что туда стекается вся информация, более того, мы представлены в социальных сетях, в том числе, эти молодежные движения, и сегодня, пользуясь случаем, многие, кто нас смотрит, если видят, что есть какие-то проблемы у людей, которые рядышком проживают, и не обязательно это старшее поколение, потому что сегодня есть люди, которые в силу разных обстоятельств попали в сложную ситуацию, то вы звоните, пишите, говорите, и, понятно, это все как-то фиксируем, каким-то образом отрабатываем с помощью наших служб, с помощью социальной защиты, и сюда подключаем наших волонтеров. А задача волонтера, когда мы, скажем, поняли, осознали, что какая-то семья, какой-то человек требует помощи, то мы уже там думаем, то ли это, скажем, начиная от того, чтобы вынести мусор у, скажем, у ветерана, или бывают такие случаи, что, возможно, нужно, и такие случаи были, навести порядок в квартире, то, значит, вот молодые люди, это маски, это антисептик, они всем этим оснащены, приходят, помогают, где-то порядок навести, где-то мусор винасти, в магазин сходить, и заканчивая тем, что приходит информация в социальную защиту, у нас есть и продуктовые наборы, есть какая-то другая продукция, которая востребована, скажем, именно людьми, которые требуют этой помощи, и волонтеры все это доставляют, другое дело, что мы им консультируем, что у них должен быть минимальный контакт с людьми старшего поколения, каким-то образом помогать, но не входить в прямые контакты, там, полтора-два метра, а если ты вошел, то это антисептик, это защитное средство и так далее, то есть, сегодня вот эти молодые парни, им очень, ну, и благодарен, и говорю им спасибо, мы время от времени с ними встречаюсь, потому что они на самом деле делают очень хорошую работу, у нас на сегодняшний день где-то более 200 медиков болеют, часть находится в стационаре, но основная часть, это понятно, на дома, на домашнем лечении, и в том числе ставится задача окружить заботой наших медиков, и я еще раз хочу сказать им огромное спасибо, и я допускаю, что кто-то, возможно, этим вниманием обделен, возможно, мы кого-то не учли, без стеснений, пишите, звоните, говорите, потому что наша задача сегодня помочь каждому, кто находится, ну, в непростой этой жизненной ситуации, каждому, а кем помочь, как помочь, у нас есть, потому что у нас очень много хороших, молодых людей, которые не считаются со своим временем, ни с чем, а готовы прийти на помощь в любое время. Вот спасибо, отдельное спасибо всем этим людям, кто помогает, кто отдает. Владимир Петрович, у нас есть телефонный звонок, здравствуйте, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста, и задавайте ваш вопрос. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Владимир Петрович, у меня два маленьких вопроса. Первый вопрос, например, если, значит, случится, не дай бог, у кого-то кровотечение, или инфаркт миокарда, или еще, не дай бог, что-то с сердцем плохо, куда могут этого больного отвезти? Потому что, если перепрофилировали вот эту Красковскую больницу, а именно там, гинекология, то куда могут отвезти больного в этом случае? Это первый вопрос. И второй вопрос, Владимир Петрович, у нас опять не работает радиоточка. Вы мне однажды помогали, очень хорошо было, а сейчас опять. И мне сказал, но я не буду говорить фамилии начальника, вы его прекрасно знаете, он сказал, что у нас как будто отключила Останкина радиоточку. Это правда? Потому что радиоточка работает только 8 минут каждого часа. Ну, для меня непонятно. Я думаю, вы свой адрес оставили. Я попрошу своих коллег более предметно заняться. Что касается лечения в других, скажем, стационарах, потому что мы красково переделываем. Ну, во-первых, не только у нас в Люберцах, а в целом и в Москве, и в области. Сегодня, будем говорить, плановая госпитализация, к сожалению, пока приостановлена. Потому что есть проблемы, будем прямо говорить, пока некуда. Стоит задача сегодня выскочить, такие слова употребляю, из этого состояния коронавирусного. Максимально положить усилий для того, чтобы можно было оказать своевременно медицинскую помощь, что заболел вот этим вирусом. Что касается каких-то острых состояний, то на территории городского округа у нас есть и Люберецкая больница ЦРБ-2, это на проспекте Мира, это есть Ухтомка, мы называем, на улице Кирова, где можно оказать помощь. Более того, хочу сказать, мы переделали Красковскую больницу под инфекционный стационар. Но я думаю, что пройдет еще месяц, два, три, мы пройдем этот этап, и коронавирус, по сути, это один из разновидностей, как говорят вирусологи, того же гриппа, только вызван немножко другим вирусом, но это тот же грипп, который более тяжелые осложнения. Мы пройдем этот этап, и Красковская больница вернется к прежнему своему функционированию, вернемся к прежней жизни. Но сегодня Люберцы и Краскова получают совершенно новую больницу на другом уровне. Это отдельные палаты, палаты с санузлами, обустроенные, по сути, новые. Поэтому мы получили, включая и реанимацию на 100 мест. Поэтому больница вернется к своему функционалу прежнему после того, как пройдет эта пандемия. Пандемия. Владимир Петрович, коронавирус внес существенные изменения и в учебный процесс, общие образовательные школы, учреждения дополнительного образования, все они перешли на дистанционное обучение. Вот как удалось организовать дистанционное обучение и насколько быстро все участники процесса включились в работу? Ну, я скажу так, чтобы я тут не говорил лишних слов, и понятно, что дистанционное образование, оно не может для школьника заменить такое образование где-то прямой контакт в классе с учителем. Потому что мы все были и детьми, и школьниками, и при наличии учителя в классе, и, как правило, мы все вспоминаем, чем строже учитель, тем мы его с возрастом более с благодарностью оцениваем и говорим спасибо. А когда этот учитель находится на другом конце, не знаю, там, то ли Люберес, то ли где-то на другой территории, а этот мальчишка, девчонка заодно мультик смотрит и сидит в системе Zoom либо Skype и как бы обучается. Контролировать сложно, заставить сложно, но мы сегодня от безысходности, того, чтобы не потерять время на обучение, и я оцениваю, кто более добросовестный, и здесь задача уже родителей, старших людей, как-то поставить на ход этих ребятишек, чтобы они могли заниматься, потому что в любом случае учитель, это все-таки, это и учитель, но учитель, это некий более старший человек, который может как бы подсказать, сорганизовать, разъяснить. А все-таки учеба, это процесс такой интимный, потому что человек должен этим сам заниматься, желать и хотеть. Поэтому я думаю, что у большинства такое желание есть, и я думаю, что родители более старшие это все понимают и способствуют этому образованию. Поэтому мы совместно с управлением образованием, есть рекомендация Министерства образования Московской области, и это все процесс обучения, дистанционный, в системе, там есть разные системы, в основном это Zoom и Skype, где ребят можно контролировать, давать домашние задания, опять же их контролировать, проводить уроки и так далее. Поэтому в этом плане, я оцениваю, у нас занимается порядка 35 тысяч человек, школьников. Это огромная, скажем, армия, и даю себе отчет, что непросто, потому что к этому не приучены, у нас не было таких традиций, ни учителя, для учителей тоже это сложно, и не школьники, потому что для школьников, возможно, первая неделя, две было счастье, не ходить в школу. Ну, я думаю, это счастье уже прошло, и многие хотят выйти из дома, пойти в школу, увидеться с друзьями, поговорить, немножко, как говорят, пошалить, поиграться, все-таки весна на улице, поэтому я думаю, что надо набраться терпения, особенно вот нашим школьникам, молодым ребятам, значит, и заниматься, учиться, даю себе отчет, но сейчас об этом тоже пишут, что, скорее всего, вступительные экзамены в вузы немножко будут сдвинуты, значит, и, конечно, будет сдача ЕГЭ и так далее. Все это в перспективе, потому что в самом сложном положении сегодня я оцениваю выпускники, потому что надо сдавать и ЕГЭ, надо готовиться в вузы, надо в вузы поступать, да, это сложно, но я опять же хочу сказать, те, кто упорный, с огромным внутренним желанием, у них все получится, потому что процесс обучения, если им заниматься серьезно, тем более, сегодня на разного рода прогулки и увеселительные какие-то мероприятия, времени, по сути, ну, как бы не разрешается собираться большими группами и так далее, поэтому это время надо уделить саморазвитию, обучению, и я бы хотел бы вот ребятам, особенно выпускникам, пожелать удачи, успехов, потому что они в самом таком тяжелом положении. Да, напоминаю, это программа «Диалог с главой», мы в прямом эфире, и мы ждем ваших вопросов, уважаемые телезрители, по нашим телефонам в студии 8 498 642 19 50 и 8 498 642 19 52. Ну, Владимир Петрович, конечно, пандемия закончится, мы вернемся к прежней, ну, отчасти к прежней жизни, мы снова будем ездить на работу, дети будут ходить в школу, мы будем гулять в паре, в парках, мы будем ездить по дорогам, которые находятся на стадии реконструкции, да, планы по благоустройству округа, опять же, планы по открытию новых образовательных учреждений, они ведь были намечены уже давно. Вот как нынешняя ситуация скажется на реализации этих планов? Ну, я скажу так, пандемия пандемии, вирус вирусом, но никто не дал никаких послаблений с точки зрения содержания городского хозяйства. И администрация в том режиме, как работала она, так и работает. Другое дело, что ряд работников администрации перешло работать в удаленный режим, но городские службы, управляющие компании, жилой фонд надо содержать, все энергоресурсы надо подавать. Это было и тепло, сейчас мы вот выходим из режима отопления, и то мы держим руку на пульсе, если будет там похолодание, и так далее, мы опять подадим тепло, потому что мы тепло, воду из домов не сливали. Поэтому надо, чтобы и вода была теплая, горячая, и электричество было, и все вопросы на городской территории, дворовой решались, и мусор надо возить. Я могу сказать, что я думаю, что жители заметили, может быть, жителей на Утилицах стало меньше, но и чистоты порядка стало больше, может быть, мы меньше стали мусорить, но мусор вывозить мы стали больше. У нас оригинальный оператор, извините, он стонет, потому что они вывозили, было время там раз в день, два раза, сегодня три, особенно есть по частному сектору, особенно есть такие места, мы понимаем, видим и знаем, чтобы не было скопления мусора, надо возить, и мы просто заставляем, что это было. На сегодняшний день мы ставим задачу, в прошлом году мы планировали обустроить целый ряд дворовых территорий, капитальный ремонт домов, капитальный ремонт подъездов, все это будет выполнено. Вот мы запланировали в том году, у нас в плане 38 домов, капитальный ремонт, и мы этот ремонт выполним. Мы его сейчас приостановили, но у нас все вопросы, связанные с торгами, конкурсными процедурами пройдены, и мы сейчас к этой работе вернемся. Мы заменим 68 лифтов, и мы это в планах есть, и мы заменим. Я скажу по памяти, у нас было в планах не менее 470 подъездов отремонтировать, и мы, естественно, их отремонтируем, хотя уже более 100 ли, 117 подъездов мы уже отремонтировали до этой пандемии. Поэтому стоит задача, целый ряд дорог по городскому округу, по-моему, по памяти, по-моему, там 3-4 дороги, мы должны их сделать и выполнить, заменить асфальт, отремонтировать капитально вот эти дороги. 7 дорог, по-моему, там областных дорог. Все эти у нас процедуры конкурсные проведены, и я думаю, что где-то вот в конце мая мы приступим к этой работе и ставим задачу до конца августа эти работы все выполнить и, скажем, касательно ремонта дорог, содержания дорог. Я уже не говорю про ямы. Вот я держу руку на пульсе, и сегодня, благо, социальные сети, все работают, и любые вопросы, которые приходят нам в плане содержания дорог, в плане далечия ям на дорогах, особенно по дворам и так далее, я ставлю задачу очень быстро, оперативно все эти вопросы решать. Поэтому, повторяю, содержание городского хозяйства, содержание жилого фонда, содержание городских территорий никто не отменил, мы эти работы выполним. У нас еще есть вопросы, связанные с парковыми зонами, это и ряд вопросов решить по Центральному парку, по Наташинским прудам, по парку Наташинской пруды, по парку Малаховского озера. Все эти вопросы, что мы задумали, они будут обязательно решены. Да, сегодня наш бюджет страдает, даю себе отчет. Сегодня мы со своими коллегами мы отрабатываем и смотрим, что у нас происходит с налогами, потому что многие предприятия встали, многие предприятия не работают, многим предприятиям дано послабление по оплате налогов, и мы не идем на это, на все те, как бы скажем, процедуры с точки зрения послабления налогового бремени на наших предпринимателей. Тем не менее, мы смотрим и думаю, те планы, что мы задумали, мы их обязательно выполним. Спасибо. Еще раз напоминаю, это программа «Диалог с головой». Мы в прямом эфире, и мы ждем ваших вопросов по телефону нашей студии. 8-498-642-1950 и 8-498-642-1952. Никакая пандемия, конечно, не сможет отнять у нас праздник, выстраданный советским народом. 75 лет Великой Победы. Великая дата для всей нашей страны. И главные лица этого торжества наши дорогие ветераны. И поздравлять их с наступающим праздником начали уже давно. Давайте посмотрим, как это было. Кто ковал Победу своими руками, в Люберецком округе проживают почти 2200 человек. Из них 141 участник боевых действий. Я вам его с вашего решения вручу. Она называется «75 лет Победы». Так, 75-летие Великой Победы добавило в копилку ветерана Ивана Кононова очередную почетную юбилейную медаль. До начала ограничительных мер такие награды успели вручить полутора тысячам участников войны, проживающим в округе. Пожму вашу руку. Так, геройский человек. Награды выдают согласно указу президента Российской Федерации. Оставшиеся 596 юбилейных медалей, которые не успели попасть в руки героев, вручат после отмены режима самоизоляции. Всех участников войны, их вдов, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда и несовершеннолетних узников концлагерей ждет единовременная материальная помощь. Выплоды дойдут до получателей до 9 мая. Это праздник. Наша гордость, что мы и мы смогли преодолеть такого страшного бандита, нацистов, Гитлера, Адольфа Гитлера. Победа это на весь мир однозначно. Несмотря на ограничительные меры, День Победы остается главным праздником нашей страны. 9 мая ветеранам организуют поздравительные акции, соблюдая все меры безопасности. Анна Троян, телеканал ЛРТ. Владимир Петрович, расскажите, как проходит подготовка к 9 мая и как округ будет отмечать этот праздник? Во-первых, так уж сложилось, что у нас, если мы говорим о наших ветеранах, то мы в первую очередь говорим слова благодаря всем нашим ветеранам. А это у нас и фронтовики, труженики тыла, блокадники, узники фашистских лагерей. То есть все, кто, кого коснулась вот эта трагедия Великой Отечественной войны. Но у нас на территории проживает, слава богу, 141 ветеран-фронтовик. И вот именно эту группу мы стремимся, мы всем уделяем внимание, но этой группе особое, потому что каждый на учете. Пошли по пути, начиная от обследования жилищных условий, какая нужна помощь с точки зрения обустройства именно того места, где человек проживает. Начиная просто от входа в подъезд, что в подъезде происходит, в квартире, и поэтому царь был ряд наших ветеранов, скажем, обустройства именно места проживания, где-то мы взяли на учет, это, скажем, и проговорено, порядка 86 вот этих адресов мы взяли, скажем так, на контроль и приводим в порядок. Порядка 32 или 34 квартир наших ветеранов, где требуется ремонт, где-то требуется замена газовой плиты, где-то колонки, где-то другие вопросы надо решать. Мы где-то эти вопросы решили. В связи с тем, что был введен режим самоизоляции, то по общению с ветеранами, с их родственниками, эти работы немножко приостановлены, выйдем из режима самоизоляции, чтобы не создать проблему ветерану, мы обязательно эти все вопросы решим 100%, и, как бы, мы за эти слова отвечаем. Более того, есть целый ряд решений на уровне правительства Российской Федерации. Каждому ветерану денежная выплата. Это ветерану-фронтовику 75 тысяч, значит, труженику-тылы 50 тысяч. На уровне Московской области ветеранов 25, труженику-тылы 15. Мы, со своей стороны, на местном уровне, значит, фронтовику 5 тысяч рублей, ветерану 1000 рублей. Таким образом, если мы посчитаем, то где-то ветеран-фронтовик более 100 тысяч рублей и так далее. То есть, это такая существенная помощь. Но это материальная составляющая. Соответственно, главная задача уделить внимание, спросить, поговорить, уточнить и просто, скажем, ну, уделить внимание. И мы сегодня это делаем, и как администрация, и наша молодежь, наши ветеранские организации. Поэтому это такая работа. Я уже не говорю о том, что у нас на территории есть целый ряд захоронений, воинских мемориалов, комплексов. У нас их, по-моему, порядка 47. Все это дело приведено в порядок, в надлежащий вид. Все это убрано, украшено, отремонтировано. Монтировано, потому что где-то плитка отвалилась, где-то там будем говорить, штукатурка. Все это мы тоже привели в порядок. На сегодняшний день мы ежегодно готовились, и это уже традиция наша, это бессмертный полк. В этом году это будет немножко по-другому. Бессмертный полк будет в режиме онлайн. У нас есть сайт, куда можно зайти и дать информацию о своем герое-ветеране, о себе, и где будет прямая трансляция в режиме онлайн, именно на сайте бессмертный полк. Более того, есть ряд решений на уровне правительства Российской Федерации, на уровне Московской области. Мы планируем в 19 часов, это будет минута молчания, потом исполним песню, через минуту-две день победы. Кроме этого, в 22 часа фонарики победы, это можно выйти в окошко, на балкон, сегодня у всех этих телефонов есть фонарик, и как бы показать единение нашей большой страны, единение с нашими ветеранами, единение между всеми жителями, которые населяют огромную страну Россия. и это в том числе в свое, как бы скажем, в это огромное море всего этого несут какую-то свою каплю или историцу, или свое участие жителей Люберецкого городского округа. Более того, мы планируем, и сейчас мы этой работой начали заниматься, именно до Дня Победы, начиная с завтрашнего дня, мы сегодня начали, сегодня, завтра 8 и 9, у нас каждый ветеран фронтовик, есть адрес, у нас созданы агитбригады, и задача агитбригады по согласованию с ветераном подъезжает к той квартире, к той дому, где проживает ветеран, и во дворе поет песни военных лет. Это украсит, может быть, и нашу территорию, и будет некий, я думаю, эмоциональный подъем у наших ветеранов. Более того, есть целый ряд проектов партии «Единая Россия», где георгиевские ленты будут вывешены на домах, у нас где-то будет порядка более 1300 лет, 1300 лент на территории городского на многоквартирных домах, которые будут украшены георгиевской лентой. У нас порядка 7500 флагов, где мы их тоже раздадим, и наши жители смогут этот флаг вывести с балкона, с окошка, создать некое праздничное настроение. Ну и понятно, что у нас есть традиция, 9 мая, мы всегда 9 мая собирались утром в 10, в 11, и значит у нас было шествие такое торжественное от здания администрации до вечного огня. В этом году это будет немножко по-другому, в этом году это будет я думаю именно с молодежью, именно с волонтерами мы для себя решили, что это не более 10 человек мы просто произведем или проведем возложение цветов, венков к нашему мемориальному комплексу где вечный огонь. Поэтому нам рекомендуют и я прошу не делать таких каких-то массовых собраний жителей. Понятно, что всем хочется подойти к вечному огню, поклониться, положить цветочек. Это надо делать, скажем так, мысленно, на расстоянии. Ну а мы попробуем вместе с нашими волонтерами, я уже сказал, не более 10 человек, возложить. Это мы покажем и в наших социальных сетях, по телевидению всю эту процедуру. Ну а 9 мая это, понятно, праздничный день, поэтому сегодня мы его будем праздновать немножко как бы в другом режиме. Соблюдая все необходимые имена. Да, естественно. Спасибо. И у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста, и задавайте ваш вопрос. Здравствуйте, меня зовут Ада Александровна. Я хочу обратиться к Владимиру Петровичу. Пожалуйста. Добрый вечер, Ада Александровна. Владимир Петрович, я знаю, что через день мы будем праздновать День Победы. Я с большим удовольствием имею возможность сегодня поздравить вас с великим праздником 75 лет Великой Победы. Поздравить всех наших участников войны, тружеников тыла за то, что они не щадя себя защищали нашу Родину создали все возможное, чтобы мы сегодня жили, преодолевали все возможности, все трудности, которые на сегодняшний день. А вам огромное спасибо, что вы у нас есть. Я вас поздравляю с наступающим праздником. Желаю вам хорошего здоровья, всех вам благ. Хорошо, что вы у нас есть. Ада Александровна, спасибо вам за добрые слова. Хорошо, что вы всегда нас слышите и слушаете. Спасибо, Ада Александровна. Спасибо вам, спасибо за добрые слова. Вам тоже поздравления, здоровья, добра, чтобы вы по своей профессии медик. Я искренне вам желаю, чтобы эти все вирусы обходили стороной и вас, и ваших близких, и всех нас. Поэтому самое доброе пожелание тоже вас с праздником, Ада Александровна. Да, спасибо. Время героев, Великая Отечественная война – это еще одна такая прочная нить поколений. И вот сегодняшние ученики передают свои благодарности и поздравления тем, кто со школьной скамьи в годы войны уходил на фронт или работал в тылу. Тем, кто столкнулся с войной. Студия «Нотка» в лице юных люберчан поздравляет ветеранов с Днем Победы. Милые мои ребятки, какие вы все хорошие, красивые. Поздравлять прежде, прежде чем поздравлять нас, не забывайте нас. Спасибо вам большое, большое спасибо. Мне даже заплакать от радости хочется. Я целую всех, целую я вас. Если ветеран не может пойти на праздник, то праздник приходит к ветерану. С Днем Победы, не выходя из дома. Веру Федоровну онлайн поздравили ребята из Люберецкого ансамбля «Нотка». Уважаемая Вера Федоровна, поздравляю вас с праздником Победы. Спасибо, спасибо. Я говорю всем дружникам тыла, спасибо, что мы не знаем войны. Всю горечь военных лет ветеран труда Вера Милёхина увидела в студенческое время, когда совмещала учебу с помощью врачам в военном госпитале. Много раненых очень было. Мы стирали, стирали менты кровяные, постельное, отдельное белье стирали, убирались, окна мыли. Было тяжело, но мы не знали. Мы вместе говали Победу, мы начали, делали операции, лечили, а ваша работа некий, некий, некий была нашей. Там надо было чистота, порядок. Юные музыканты записали персональные видеопоздравления труженикам тыла, малолетним узникам концлагерей, членам ветеранских организаций и, конечно, непосредственным участникам войны. Дети показали, что их подвиг не забыт. Спасибо за ваш подвиг, веру, силу, за ваш героизм. Мы всегда будем помнить, какой ценой досталась вам эта победа. Здоровья вам. И пусть этот мир для вас будет добрым и достойным. Своё поздравление получил и ветеран войны Анатолий Зинин. Тот самый День Победы 45-го вспоминает сейчас с особым трепетом. День Победы я сначала в Кракове. У нас был салют солидный. Тогда не было этих ракетных. С боевыми стреляли. Радость, конечно, была. Конечно. Конечно, приятно. Ну, как бы хотелось. Как всегда. Как всегда не получится. А 9 мая 2020-го Анатолий Михеевич отметит вдвоём с верным другом – котом Василием. 75-летие Великой Победы ветеранам и другим люберчанам, видевшим своими глазами войну. Придётся отметить в непривычной обстановке. Дома. Чтобы у вас всё было хорошо в мире. Такая сейчас зараза. Терпите, крепите. Мы победили такую войну. И я победим. Мы не сгибаемые. Мы сильные. Мы русский сильный народ. Мы сильные. Мы не сдадимся никого. Мы будем здоровы. Мы будем помнить, что такое война. Ах, ветераны, наденьте свои ордена. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Владимир Петрович, ну и канун праздника, Дня Победы. Предлагаю вам поздравить наших ветеранов. Мы сейчас послушали ветеранов. Такой задор. Ветеран сказал, хотелось бы как всегда. Как всегда не получится. К сожалению, не получится. Но вот слушая наших ветеранов, встречаясь с ветеранами, понятно, с точки зрения морального духа, с точки зрения ощущения праздника, это как всегда. И я думаю, что День Победы – это праздник со слезами на глазах. И понятно, что для ветеранов они вспоминают боевые годы, военные годы. У них это и радость, и на самом деле слезы, потому что многих ветеранов нет. Многих, они потеряли друзей в годы войны. Ну а для молодых людей, кто родился после войны, понятно, это праздник. Это праздник. Возможно, когда рассказывают ветераны, где-то и какая-то струнка может колыхнуться, и в зависимости от эмоционального состояния может и слеза появиться. Но все-таки для молодых это праздник. И я сегодня хотел бы, конечно же, сказать слова благодарности нашим ветеранам, абсолютно всем. И фронтовикам, тружекам тыла, блокадникам, детям войны. Потому что именно они ощутили в свое время, перенесли все тяготы войны. Но я хочу сказать, что у нас замечательная молодежь, особенно подрастающая. Мы сегодня коснулись темы волонтеров. Вот именно молодые ребята, они по своему духу, по своим подходам абсолютно соответствуют вот этому ветеранскому духу, вот этой силе, характера. Поэтому я сегодня хотел бы всех поздравить. И ветеранов, и среднее поколение, и нашу молодежь с таким замечательным праздником, День Победы. Я искренне желаю каждому добра, здоровья, благополучия, долголетия. Я искренне желаю, чтобы вот эти вирусы обходили стороной, чтобы иммунная система каждого могла победить любой вирус. Я искренне желаю бережного отношения к себе и бережного отношения к своим близким. И я не хочу сегодня опять вернуться к теме самозащиты, но этим тоже надо заниматься, потому что это тоже одно из условий победы, именно выстоять в борьбе против вируса. Поэтому, дорогие друзья, я искренне хочу вам пожелать здоровья, благополучия, бережного отношения к себе. И еще раз спасибо нашим ветеранам. Берегите наших ветеранов, берегите себя, радуйтесь жизни, потому что жизнь прекрасна. И мы обязательно выстоим и победим. С праздником Великой Победы. Спасибо, Владимир Петрович, за ваши поздравления, за ответы в прямом эфире. Спасибо. Друзья, это был диалог с главой. Мы благодарим вас за внимание и проявленный интерес. С наступающим Днем Победы. Берегите действительно себя, будьте здоровы.